Островы травопотерей Один из наиболее часто встречающихся патологических процессов, угрожающих жизни человека. Правопотеря может возникнуть в результате травмы, в ходе оперативного вмешательства, осложненных родов, нарушения целостности стенки сосудов различными патологическими процессами. Что же происходит в организме при кровопотере? В чем ее опасность? Как организм борется с потерей крови? Давайте разберемся в этих вопросах с помощью эксперимента. Животные находятся под умеренным гексиналовым наркозом. Опыти регистрируются. Биопотенциалы коры головного мозга. Электро-кардиограммы. Артериальное давление в магистральных сосудах. Включена диуреза и сердечный выброс. До кровопотери сердечный выброс равен 1850 миллилитрам в минуту. Умеренное по величине и скорости кровопотеря обычно не вызывает серьезных расстройств системной гемодинамики. Артериальное давление в крупных сосудах после кратковременного снижения удерживается на уровне близком к исходному. Биопотенциалы головного мозга не свидетельствуют о нарушении его кровоснабжения. По данным электрокардиограммы, нет также признаков ишемии миокарда. Все это происходит потому, что в процессе эволюции в организме выработалась система адапционно-компенсаторных реакций, направленных на поддержание основных параметров гемодинамики и кровоснабжения жизненно важных органов даже при потере довольно значительных количеств крови. Существует и отэкстренных приспособительных реакций, которые включаются немедленно после начала кровопотеря. Для их анализа вернемся немного назад. Уменьшение массы крови и падение артериального давления приводят к возбуждению рецепторных зон сосудистого русла, активации симпатоадреналовых структур гипоталямуса и выбросу катехоламинов из наточников. При крови потери немедленно учащаются сокращения сердца, появляется тахикардия. Уменьшение объема циркулирующей крови приводит к снижению сердечного выброса. Резко уменьшается или полностью прекращается диурез. В основе этого явления лежит спазм приводящих сосудов почечных клубочков, падение давления крови системе капилляров и снижение эффективного фильтрационного давления. Возникает стужение сосудистого русла из других органов и станет. Происходит перераспределение крови в системе кровообращения. Происходит также сокращение ряда варенскимоскозных органов. Емкостные сосуды выбрасываются ранее депонированные в этих органах крови. Таким образом удается сохранить основные показатели системного кровообращения и обеспечить достаточное снабжение кровью мозга и сердца. При кровопотере происходит также рефлекторная активация дыхания и возникает альвеолярная гипервентиляция. Изменение вентиляции и уменьшение объемной скорости кровотока приводят к изменению газового состава артериальной и венозной крови. Напряжение кислорода в артериальной крови практически сохраняется на прежнем уровне. Аналогичный показатель в венозной крови снижается. Гипервентиляция обусловливает возникновение гипокатнии и респираторного газового алколога. Наряду с экстренными предпособительными реакциями происходит мобилизация резервных компенсаторных механизмов, требующих для своей реализации большего времени. Возникающая гиповолемия приводит к раздражению так называемых волюм-рецепторов. В гипоталямусе усиливается образование и выделение кровоток адреноквортика гламирула тропина, который активирует надпочник интез альдостерона. Важную функцию коррекции постгеморрагической гиповолемии выполняют также почки. Возникающая при кровопотере ишемия портового слоя почек ведет к усиленному выбросу в плот из юг сагломерулярного аппарата ренина. Ренин активирует образование ангиотензина-1, превращающегося затем в ангиотензин-2. Последний вызывает дополнительное сужение сосудов и стимулирует выделение испоркового слоя накочников альдостерона. Альдостерон действует на дистальные канальцы нефронов. Достигая эпиделия канальцев, он обеспечивает увеличение реабсорбции ионов натрия из провизорной мочи в сосудистые русла. Возникающая в результате задержки натрия гиперосмия в крови вызывает возбуждение от норецепторов гипоталамуса. Это приводит к усиленному выбросу из задней доли гипофиза антидиоретического гормона. Антидиоретический гормон также воздействует на дистальные канальцы нефронов, увеличивая реабсорбцию воды из провизорной мочи. Наступающие после кровопотери разжижения крови гидромия обусловлены также притоком сосудистой русла жидкости из тканевых пространств. Следствием и проявлением гидромии является снижение показателей гематокрита. Усиленная реабсорбция воды в почках и приток тканевой жидкости в сосудистой русла способствует восполнению объема циркулирующей крови, при этом однако кислородная емкость в крови снижается. Снижение гидромии. Снижение гидромии. Снижение гидромии. Снижение гидромии. Явкими к возникновению острой циркулиторной гипоксии. Артериальное давление значительно снижается. Сохраняется рефлекторная тахикардия и очищение дыхания. Несмотря на тахикардию, сердечный выброс значительно уменьшен. В результате кислородного голодания тканей первоначально возникающий дыхательный алкалоз сменяется метаболическим ацидозом. Происходят форексерные изменения конфигурации зубцов ЭКГ, увеличение зубца Т, деформация комплекса УРФ Появляются экстрасистолы Потеря двух третей объема циркулирующей крови приводит к разбитию агонального состояния Атериальное давление падает до нуля Развивается пол-лап Однако электрическая активность сердца некоторое время еще сохраняется Синусный ритм сменяется атрио-вентрикулярным Исчезает электрическая активность коры головного мозга Наступает так называемое электрическое молчание Спонтанное дыхание урежается и останавливается Во многих случаях после претерминальной паузы Появляется терминальное или агональное дыхание Которое обычно продолжается недолго И сменяется полным апноэ В следствии энергетического истощения И утрата возбудимости дыхательного центра Наступает клиническая смерть Однако в течение нескольких минут Жизнедеятельность организма еще может быть восстановлена реанимационными мерами Экстренное внутриартериальное введение части объема потерянной крови В сочетании с искусственной вентиляцией легких В начальной стадии клинической смерти Как правило обеспечивает восстановление угасших жизненных функций организма По мере восполнения внутрисосудистого объема крови Усиливается сердечная деятельность Улучшается кровообращение в органах и ткани От артериального нагнетания крови можно перейти к венозному Повышается, приближается к исходному уровню артериальное давление Нормализуется ритм сокращения сердца и ЭТГ В нос появляется и постепенно нормализуется активность коры головного мозга У животного восстанавливается также самостоятельное дыхание Компенсаторно-приспособительные механизмы с этого момента Способны самостоятельно обеспечить постепенную ликвидацию Возникших при кровопотере расстройств Субтитры создавал DimaTorzok